И такие вот пилила, всякие поменьше, вот свежие, свеженапиленные. Сегодня наш инструмент еще пополнился, садовый инструмент пополнился вот такой сабельной пилой, которая для женских рук то, что надо. Она не тяжелая, удобно ею работать. В комплект легко очень вставляется пилочка. Патрон прокрутили против часовой стрелочки и доставили пилочку. В комплекте идет два аккумулятора на 18 вольт и четыре пилочки. Одна на металл идет, одна на металл. Я не раскрывала металл, не думаю, что я ее пилить буду. И на дерево. Пилочки небольшие, вот какая-то фирма. Цена она недорогая, 1300 гривен. Это вообще ерунда. Да. И то ли это Минц на самом деле, то ли Китай, не знаю, потому что инструкция написана вообще на корявом языке. Нету ни схемы, ничего нету. Какие-то, короче, перевод, типа компьютерного перевода с другого языка какого-то. Работать можно. Чтобы сказать, что там сильно такая суперская, конечно, нельзя. Но в быту и на даче она, конечно, пригодится. Это аккумулятор, который заряжен дома, но еще мы им не работали. Вот такой аккумулятор. Так. Снялась. Работает. В этой спиле еще есть предохранитель. Вот кнопочка предохранителя закрыли. И тут с другой стороны предохранитель открывается. Какой вес спилы? Легкая она. Вес спилы где-то 2 килограмма. Можно одной рукой удержать. Потому что одной рукой приходится держать какую-то ветку, палку, то, что пили. Тут уже где-то пропил на дереве есть. Сколько там? Сантиметр, полтора сантиметра. И аккумулятор разведился. Идет вибрация на руку. Чтобы быстрее пилить, я вверх-вниз поднимаю полотно. Вот такой вот. Срез это где-то, я не знаю, 8, наверное, будет. Можно замерить. Вот такое бревнышко можно пилить. Ну, покажи тоненькие. Какие тоненькие пилить. Вот такие купила еще себе недорогие очки. Чтобы если где-то нагинаться, наклоняться, то стружка не летела в глаза. Вот маленький такой. Вот такие сучки очень легко. Вот такие вот деревья. Старые такие есть. Вот выкорчевывали. Просто ветки обрезали. Вот здесь была побольше кучи. Одну третью часть вот этой кучи я уже перепиляла. Вот такие вот палочки пилит очень легко. Веточки вот такие. Ну, 2 сантиметра, 2 с половиной. Пилит хорошо. Но можно перепиливать. Веточки, которые я перепиливала. Вот я надпиливала, а потом брала ее и ломала. Вот такой. И мне побыстрее это получалось. И экономило свое время и силы. Потому что держать пилку, она вибрация. Рука, конечно, чувствует это. Вот такие. Ну, надо пилочки на сухое дерево и надо на свежее дерево. Это разные надо пилочки.